Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Итак, тема вам нового вебинара уже всем известна. Рекрутирование в Инстаграм, создание и продвижение аккаунта. Сегодня я расскажу такие чисто технические моменты больше, чем о самом продвижении. Потому что о самом, точнее не о самом продвижении, а о самом рекрутировании. О самом рекрутировании уже есть много вебинаров. А я расскажу такие технические моменты, с которыми у многих людей возникают проблемы. Субтитры сделал DimaTorzok Дима, не поехали? А все-таки поехали. Итак, зовут меня Нелебина Елена. Я студентка, партнер компании Arifman Cosmetics. И вообще, на сегодняшний день, думаю, всем известно, что Инстаграм – это такая мировая площадка с огромными возможностями. На сегодняшний день, несмотря на то, что там очень много людей уже зарегистрировано, Инстаграм также продолжает все время расти. И эту площадку информационную для себя определил бизнес. Что раз так много людей, значит, можно рекламировать свои услуги, продвигать свой продукт и так далее. Поэтому отчасти для этого я веду сегодня вебинар. Инстаграм сегодня – это всемирная аудитория из около 100 миллионов человек, которые ежедневно выкладывают более 50 миллионов фотографий. И я для вас привела некоторые факты, которые, возможно, вам помогут в работе данной сети. И вообще, каждую секунду в Инстаграм наставляется 8500 лайков и публикуются 1000 комментариев. Это в каждую секунду. А теперь представьте, сколько в сутках секунд. Фотографии с применением фильтра MyFire набирают больше всего лайков и комментариев. Ну, это уже главная заметка, там запишите где-нибудь. Или можете сделать скриншот экрана. Количество лайков увеличивается на 24%, если на фотографии преоболтает синий цвет. Это тоже было проведено исследование. И проводили его неоднократно. Выкладывали несколько фотографий и сравнивали. За одно и то же период времени, в одно и то же время выкладывали и сравнивали, сколько лайков наберет каждая фотография. Также факты об Инстаграм. 68% Инстаграм в мире – это женщины. В России, вот эта табличка вам, я привела картинку справа, это по России. Данные за 2015 год. То есть в мире пользователи Инстаграма, 68% пользователей Инстаграма в мире – это женщины. 68%. А в России это 77,1%. И получается, что чем больше мы делаем упор на женскую аудиторию, тем больше будет откликов. Ну, все-таки женщины любят пофотографироваться, показать себя красиво, не похвастаться. Это многим естественно. Далее. Конечно, большинство аудитории Инстаграма – это Соединенные Штаты. Это неудивительно, потому что Инстаграм к нам пришел именно из Штатов. А мы где-то на четвертом месте. На пятом, четвертом месте по количеству зарегистрированных. И самое, что такое немаловажное, что нам важно и интересно, это то, что в июле 2016 года Инстаграм планирует ввести функцию автоматического перевода публикаций. Чем это нам важно и интересно? А тем, что благодаря тому, что публикации будут автоматически переводиться, мы можем охватить больше аудиторию. Это вообще для любого вида бизнеса очень удобно, что его целевая аудитория, аудитория, на которой он может рассказать о своем продукте, она увеличится. Я сегодня расскажу вообще о такой технической стороне медали Инстаграма. И поговорим мы сегодня о правилах создания аккаунта, о продвижении аккаунта. Инстаграм, табу, то есть что вообще не стоит делать в Инстаграме, если вы не хотите потерять аккаунт или еще нажить неприятности, в виде наказания в Инстаграм и критерии успешного аккаунта. А если у вас будут возникать вопросы, вы их запишите, и в конце я на все отвечу, чтобы не отвлекаться во время вебинара. Хорошо? Итак, правила создания аккаунта. Текста довольно много, я предлагаю вам его заскринить или сфотографировать, чтобы у вас было все в одном месте. С чего вообще стоит начинать? Регистрировать свой аккаунт надо всегда на свой реальный e-mail, либо на свой реальный номер телефона, чтобы пароль, который к вам приходил, чтобы вы могли заменить пароль на своем Инстаграме, на своем аккаунте, если что-то с аккаунтом вдруг случится, чтобы вы могли на него повлиять, чтобы вы имели к нему доступ. Это очень важно, потому что в работе часто бывает так, что аккаунты теряются, их могут сломать. Может даже система просто глюкнуть. И поэтому такой защитный механизм, такой как e-mail, номер телефона, должен быть для защиты же вашего аккаунта. Далее, привязать номер телефона к своим личным важным аккаунтам. То есть, если вы ведете страницу с личным брендом, который вам очень жалко было бы потерять, то привяжите номер телефона, не поленитесь, свой реальный номер телефона. Это все также будет влиять на защиту вашего аккаунта. Если с ним что-то случится, вы сможете восстановить пароль, например, или написать службу технической поддержки, и вам могут скинуть пароль на почту новый. Сразу после того, как вы только создали аккаунт, причем создавать удобнее именно с телефона, потому что Инстаграм это приложение все-таки разрабатывается для телефона, а не для компьютера. С компьютером можно зайти в свой аккаунт, но на компьютере меньше функционал. Все-таки Инстаграм он для телефона, и поэтому я рекомендую уже зарегистрироваться в Инстаграме с телефона. Там ничего сложного нет, все очень доступно. А вот подтверждение своего e-mail делать именно с компьютера. Причем подтвердить нужно обязательно. Он не запрашивает, конечно, сам, что подтвердите ваш e-mail, но на почту к вам придет сообщение, письмо, и в нем будет ссылка, на которую нужно будет, так обычно, тыкнуть. Так, после создания аккаунта сразу следует опубликовать 3 любых фото и подписаться хотя бы на один аккаунт, поставить кому-то 3-5 лайков. Если этого не сделать, система Инстаграма может посчитать вас ботом. Вообще Инстаграм, как и любая уважающая себя социальная сеть, имеет защиту. Имеет контроль. И поскольку сеть довольно большая, это не сидит в штат людей, которые всех за всеми бдят. Конечно, нет. Это делает программа. И бот – это программа, которая облегчает жизнь, скажем так, в контакте, в любой социальной сети, которая за тебя делает какие-то действия. Вот, по сути, когда вы регистрируете с собой аккаунт в самом начале, максимально представляете то, что вы – это живой человек. Даже если у вас очень мало времени, вы торопитесь, вам нужно быстренько создать аккаунт, вы его создали, даже если у вас нет времени там опубликовать любые три фотографии, даже если просто паркет свой сфотографировали, или какая-нибудь смазанная фотография, главное, чтобы что-то выложить. В системе не важно, что вы выложите, главное, чтобы что-то было. Подписаться на один аккаунт, и ему же можно сразу поставить 3-5 лайков, это займет меньше минуты, даже меньше полминуты, потому что Инстаграм изначально вам предлагает любые вообще аккаунты, на которые вы можете подписаться. В то же время, если у вас нет времени, и вам нужно зарегистрировать быстро аккаунт, вы его зарегистрировали, и сразу из него не выходите. Просто выключили экран телефона, убрали в карман, и пошли по своим делам, а из аккаунта не выходите. Если вы это зарегистрировали, и тут же вышли, система также может вас рассчитать как бота. То, что есть такие системы, такие программы, которые создают аккаунты в довольно больших количествах. Как они это делают? Они зарегистрировали, только буквально зарегистрировали, они сразу выходят. И так вот вычисляются боты. Нам не очень хочется, наверное, чтобы нас удаляли сразу. Мы не создаем аккаунты для того, чтобы их удаляли. Мы создаем, чтобы в них работать. Поэтому мы не должны сразу выходить из своего аккаунта. Пускай он просто будет в спящем режиме телефон, точнее, в режиме ожидания, и аккаунт будет открыт. Если по какой-то причине, вот это очень важный момент, если по какой-то причине вам написано, что аккаунт ваш удален, вот у вас был аккаунт, и, может быть, он даже раскрученный, ни в коем случае не паникуйте, потому что паника, она может просто вас погубить и погубить ваш аккаунт. Ни в коем случае, если вы наткнулись на такое сообщение в одном из своих аккаунтов, не заходите с данного устройства на другие. Иначе вы можете потерять не только один аккаунт, вы можете потерять все, на которые вы зайдете. Это очень такой опасный момент. Порядок действий вообще в этом какой? Как я уже написала, отложить телефон, с которого вы заходили, с которого вам написало сообщение, то, что аккаунт удален. Зайти с другого устройства на другие свои аккаунты и посмотреть, есть ли вообще ваш аккаунт сети. Бывает такое, что система глючит. Ну, компьютер вам по определению брак. И поэтому ни в коем случае не заходите вот с данного вашего телефона, с данного гаджета, с которого вы сходили первый раз, на другие аккаунты. Система может запомнить ваш IP-адрес и из-за того, что она может заметить то, что вы с этого же IP-адреса заходите на другие аккаунты, она вычислит все ваши аккаунты и может удалить просто все. Нам этого, конечно, не хочется. Далее. Продвижение аккаунта. Продвижение аккаунта входит в два таких основных этапа. Первый – это подготовка. Как подготовить аккаунт вообще для того, чтобы его продвигать? Первое – это яркая, разборчивая аватарка. Не какая-нибудь там маленькая, где вы стоите там даже на фоне моря. Море – это, конечно, красиво и здорово, но вы стоите далеко-далеко, у вас не видно и вообще непонятно, что у вас изображено. Это должен быть крупный план, яркая картинка. Желательно не черно-белая. Конечно, черно-белая смотрится красиво и стильно, но в Инстаграм, он на той Инстаграм, там действуют яркие, красивые картинки, запоминающиеся образы. Это же визуальная сеть. Поэтому на свою аватарку стоят яркую, разборчивую картинку, где все понятно, крупный план. Имя аккаунта должно быть читаемым, понятным, буквенным, а не то, как вот ставят люди набор букв непонятных и цифрки. Лишь бы быть индивидуальным. Большинство ставят просто имя, фамилию. В принципе, да, это возможно, но для бизнес-аккаунтов, которые, допустим, продвигают какой-то свой продукт, магазины в Инстаграме, им рекомендуется все-таки делать свое название коротким, запоминающимся, звучным, буквенным, чтобы даже на латинице можно было прочитать. Часто бывают такие моменты, особенно в наших русских именах, что, допустим, букву «я» нельзя написать по-английски. Это будет сочетанием двух букв. Это не очень тоже хорошо выглядит, но в случае имен, конечно, это не избежать. В описании аккаунта должен быть вкусный, краткий текст, а не «толмуд». Там в описании аккаунта вообще много чего не напишешь, там есть ограничения по символам. Поэтому придумываем короткое, емкое предложение вообще, кто вы такие и чем вы занимаетесь. Очень кратко, очень красиво и вкусно. Перед тем, как продвигать свой аккаунт, перед тем, как наращивать подписчиков, нужно обзавестись уже в своем Инстаграме, в своем аккаунте 16-21 штуку качественных красивых фотографий, чтобы люди, которые к вам придут, они могли уже на что-то посмотреть. А то приходишь, и на раз абсолютно пустой аккаунт, и даже глазу-то не на что зацепиться. Разумеется, на такой аккаунт даже и подписываться неинтересно. И несмотря на то, что... А, кстати, почему 16-21? Фотографий не должно быть много. Их не должно быть миллион, их не должно быть тысяча, их не должно быть даже 500. Это слишком много. Чем больше фотографий, тем меньше их цена. Грош цена фотографий, если ее очень много. Фотография должна быть намного меньше, чем подписчиков. Поэтому в идеале, для начала, 16-21, это такой идеальный вариант, даже лучше, наверное, 21. Когда ваша стена Инстаграма будет заполнена, будет на что посмотреть, и в то же время это не будет смотреться каким-то громоздким и тяжелым. И каждой фотографии должно быть описание обязательно. Допустим, вы пошли гулять с ребенком. Вы сфотографировались, можно даже ребенка не фотографировать, можно сфотографировать себя там с каруселями рядом. И подписать, что вот мы ходили туда-то, туда-то, в такое-то время, возможно, если, допустим, кто-то днем работает, а вы днем выложили фотографию. И люди-то заинтересуются, а что это они днем делают, они работают. И почему нужно описание к каждому фото? Это говорит о том, что это дает большего веса вашим фотографиям, каждой вашей фотографии. Если даже фотография может быть не настолько интересная, сама по себе, негде особо глазу погулять, люди будут читать описание, и описание может захватить и интересовать человека, подписаться на вас. Это подготовка аккаунта была. Теперь непосредственно набор подписчиков. Есть несколько видов способов набора подписчиков. Самое такое простое и всем понятное, это белое самостоятельное продвижение. это когда ты размещаешь красивые фотографии, ставишь кому-то лайки, ставят лайки тебе, на тебя подписываются, если ты интересен. Это, конечно, все очень мило и замечательно, но это крайне долго. Это очень долго. Некоторые поступают проще. Подписываются на всех разом. Вот просто везде. Я тебя вижу, я на тебя подпишусь, и не важно, кто ты. и не надеются на подписку взамен, на взаимную подписку. Людей, кто взаимно на вас подпишется, они, конечно, есть, но их немного. И зачастую бывает так, что твоих подписок 4 тысячи, твое подписчиков 2 тысячи. И как бы это тоже не есть хорошо. Есть возможность покупка подписчиков, но это путь в никуда. Почему говорю в никуда? Потому что сервисы, которые предлагают покупку подписчиков, те подписчики, которые они вам предлагают, это пустышки. Это не люди. Это просто зарегистрированные аккаунты, в которых есть 3 фотографии от силы. В качестве увеличения цифр, да, они много подойти, ну, было 1, стало 2. И не важно, кто там, да, казалось бы. Но если вы купите себе таких подписчиков, ваш аккаунт, он не будет живым. Он совершенно не будет живым. У вас, допустим, допустим, у вас подписчиков 100 человек, 80 из них вы купили, ну, и 20 человек более-менее живые, кто сами к вам пришел. Какая будет активность на вашей странице? Какие у вас будут лайки, комментарии? Я думаю, минимальные. Любой аккаунт должен быть живым. А вот покупка подписчиков вам, к сожалению, такого не даст. И самый такой удобный, безобидный способ – это живая накрутка. Да, хэштеги тоже работают. За счет хэштегов приходят к вам люди. Для тех, кто не знает хэштеги, это способ вообще в Инстаграме что-либо найти. Допустим, ты ищешь... Тебе интересны фотографии с мороженым. Ты в поиске набираешь поиск по хэштегам, пишешь «мороженое», и тебе выходят фотографии, где люди указали под фотографиями хэштег «мороженое». То есть фотографии с мороженым. Итак, живая накрутка. Почему я говорю, что это наиболее удобный способ? Потому что к вам приходят живые люди. Один из сервисов, который мне очень понравился, такой живой накрутки, это Гейнер. Ссылку я вам придала. Чем он хорош? Какой у него функционал? В Гейнере можно раскручивать, продвигать, точнее даже, а не раскручивать, не только Инстаграм-аккаунты, там можно продвигать, Контакт, Фейсбук, Ютуб, другие свои аккаунты. Я пользуюсь Гейнером для Инстаграма. В чем суть? Когда ты регистрируешься в этом Гейнере, ты выполняешь задания, которые тебе предлагают подписываться, ставить лайки, комментировать и так далее, и тебе задают баллы. За эти баллы ты можешь раскрутить свой аккаунт. То есть, также поставить свой аккаунт, допустим, на набор подписчиков, и баллы эти будут списаны с твоего счета, который ты набрал, и тебе будут подписываться живые люди, а не просто пустышки, за которыми никого нет. Это тоже хорошо, но в Гейнере есть такая маленькая фишка. В Гейнер ни в коем случае не заходите за тот аккаунт, который вы собираетесь продвигать. Зайти нужно, но только один раз. Зашел и вышел в нем, с этого аккаунта, рабочего, который вы хотите продвигать, не работаете в Гейнере. Создайте себе другой аккаунт, аккаунт-помощник, которым и будете в этом Гейнере работать. Потому что это... Почему именно аккаунт-помощник? Выполняя задание Гейнера, вы увеличиваете количество своих подписок, и получается, что у вас подписок много, а подписчиков, кричитно маленько. К чему я и говорила ранее о чем. Поэтому баллы можно набирать, выполняя задание с... Нужно даже набирать, выполняя задание с аккаунта подписчика, а потом уже можно поставить на раскрутку тот аккаунт, который вы хотите раскрутить, продвинуть. В Гейнере, конечно, выполнять задание, набирать баллы довольно долго, но там есть возможность эти баллы купить. В принципе, это не так дорого. И те, кто хотят продуктивно и быстро работать в Инстаграме, свой раскрутить аккаунт, а только продвинутые аккаунты могут приносить хороший доход, где подписчиков минимум тысяча. А чем больше, тем лучше. И если люди хотят... Если вы хотите получать доход отклики с Инстаграма, регистрации, то очень удобно будет именно купить баллы. Это будет намного быстрее. Но у кого нет денег, можете эти баллы набирать. В принципе, это тоже легко и довольно доступно. Далее. Да, программ довольно много вот таких сервисов. Ну, я для себя выбрала диннер. Мне он очень удобен. Думаю, вам он тоже понравится. Так, набор лайков. Набор лайков также можно осуществлять посредством геймера. Там тоже будут тратиться баллы, которые вы либо заработаете, либо приобретете. Есть такой способ еще набора лайков. У вас есть публикация. Под эту публикацию можно поставить, даже нужно поставить блок из 30 хэштегов. Почему из 30? Потому что максимум вообще количества хэштегов, которые пропускает Инстаграм, насколько я помню, это именно 30. То есть, допустим, вы в описании написали два хэштега, и у вас еще в комментариях люди понаписали. В сумме не больше 30. Поэтому блок – это набор. Набор хэштегов – просто буквенный набор хэштегов с такими решуточками. 30 хэштегов в одном комментарии. Это такой своеобразный блок. Понятно, да? Вот. Ставим блок из 30 хэштегов отдельным комментарием под фотографию, под вашу публикацию. В идеале, чтобы она была все-таки первой. Ждем от одного часа до одного дня. И люди, переходя по этим хэштегам, будут ставить вам лайки. Допустим, на картинке у вас то же самое мороженое. Вы ставите 30 хэштегов, там, мороженое ванильное, клубничное, купили, там, название магазина или еще что-то. 30 хэштегов по поводу этого мороженого. Написали – все хорошо. Ждем один час, или от одного часа до одного дня, пока у вас лайки набираются. Затем, через это время, спустя один день, лайки уже перестают набираться. Почему? Потому что в ленте вывода ваша публикация, вот в поиске, ваша публикация, она опускается вниз. Потому что люди тоже ставят хэштеги. Кто-то может эти же хэштеги поставил. И ваша публикация из-за давности, она постепенно опускается, опускается, опускается. И люди читают существо ленивое. Мы не будем просматривать всю ленту до конца. Мы просмотрим, но первые 20, да? А дальше уже не смотрим. Ну, вот примеры хэштегов показывают. И поэтому хэштеги нужно обновлять. Поэтому у нас должен быть заготовлен блок с другими хэштегами, новыми. Пусть они даже будут там, например, про автомобили. Абсолютно неважно, какие они будут. Главное, чтобы они не повторялись первыми. С хэштегами из первого блока. Первый блок мы удаляем. И на их место ставим блок с новыми, другими хэштегами, чтобы в поиске по хэштегу ваша публикация снова появилась первой. Даже если будут, допустим, у вас фотография мороженое о хэштеге про автомобили, наверняка найдутся люди, которые смотрят красивые автомобили, те же самые девушки, и в другим окном красивое мороженое. Ладно, поставлю лайк. И так тоже можно скрести себе лайков. Да, именно в комментариях. И плюс к этому способу использовать моногейнер, как я уже сказала, для накрутки лайков. с помощью малого. Налимиты в Инстаграм. Это такая очень важная тема, про которую люди забывают, и очень много поэтому вопросов. Буквально я смотрела эти цифры пару дней назад. Они были, по-моему, за пятнадцатый год, или даже за шестнадцатый, так что это, по-моему, достаточно свежая. А лайков не более одного в 28-38 секунд. Это примерно 113 лайков в час. Если поставили тысячу лайков, то перерыв в 24 часа это обязательно. Конечно, меня немножко удивили эти лимиты, то, что 28-38 секунд это так много. Даже если ты сам сидишь с телефона и ставишь лайки, как-то это быстрее получается. Но я думаю, если придерживаться этого лимита, то тогда уж точно никакая программа, никакой защитник в Инстаграме вас не заблокирует и не будет у вас никаких подозрений к вам. Подписки не более 1 в 28-38 секунд также и не более 200 в час. Если вы слишком много подписываетесь, ругнуете масс-фолловингом, это массовая подписка, то шанс того, что вы попадете сначала в так называемый серый список, список подозреваемых в Инстаграм, а потом вообще вас запланкируют очень велик. Отписки интервал 12-22 секунды и не более 1000 в сутки. Как от взаимных подписчиков, которые подписаны вы подписаны на них, я не подписана на вас. Такие от невзаимных, на которых подписаны только вы. Также в публикациях можно упоминать 5 ников в одном сообщении задержкой 350-450 секунд. Если вы будете упоминать слишком много людей с помощью такого тега собачка, если вы будете слишком много упоминать людей, конечно, люди будут на вас смотреть, но это также воззнает воздействие. Будем назвать защитник в Инстаграм. Далее. Комментарии также не более 12-14 штук в час. Задержка 350-40 секунд. Комментарии это вообще такая штука, которую ты пишешь сам от себя. То есть тебе нужно время на то, чтобы это все придумать. Если это делается слишком быстро, программа, которая защищает Инстаграм, она поймет то, что не человек это делает. Поэтому если вы пользуетесь какими-то программами вообще в Инстаграме, максимально выставляйте все значения так, чтобы это было похоже на живого человека. не ставьте программу работать ночью. Да, это удобно. Поставить ночью, пошел спать, утром у тебя уже допустим много лайков или еще что-то. Но человек, существо такое живое, нам нужно спать ночью, нам нужно отдыхать, мы не можем круглыми сутками сидеть в Инстаграме. Поэтому даже если вы пользуетесь какими-то программами, допустим поставили программу работать на час с утра, на час днем, на час вечером. Да, не забывайте делать скрины, а, конечно, запись еще будет выложена, но все равно хорошо было бы, чтобы это у вас было под рукой. Ну, или можно сфотографировать с телефона. Также в посте вашей публикации в сумме, вот я уже как говорила, не более 30 хэштегов и не более 10 человек, которые вы там отметили. Допустим, вот была фотография то, на где было много людей у ворот в ДНХ перед банкетом, там было очень много людей, но отметить из них максимум то, что вот они на этой фотографии есть, чтобы они увидели эту фотографию можно максимум 10. Это такой лимит. Посты в Инстаграм это ваши публикации фотографии, которые вы выкладываете. Потому что в Инстаграме именно эта визуальная сеть там работает за счет выкладывания фотографий. Программы для продвижения в Инстаграм. Вообще их на самом деле очень много. если вы пользуетесь то пользуйтесь осторожностью. Как я уже сказала представляете что вы живой человек. Что по сути и есть правда. Здесь довольно много программ но это только часть из них. Большинство программ я даже сказала что все программы которые для Инстаграма они платные. То есть это либо один раз надо заплатить за лицензию либо регулярно нужно по какой-то маленькой сумме перечислять потому что программисты которые их пишут они тоже прекрасно понимают что в Инстаграме можно делать хорошие деньги и не только продвигая свои страницы не только работая на своих страницах там есть разные методы заработка вот и программист это прекрасно понимает если люди зарабатывают в Инстаграме то почему бы не дать не облегчить работу но при этом попросить с них денежки я лично пользуюсь программой называется она Инстатул Про к сожалению у меня не нашлось ее картинки поэтому я сделала просто скрин верлака это тоже программа платная я ее в свое время приобретала лицензию если кому-то интересно я потом могу дать ссылку на разработчика который где можно скачать и где можно приобрести эту лицензию инстатул про вот и т инстатул про мне я если честно не пользовалась другими программами я сразу начала с этого сервиса и мне он достаточно понравился конечно сравнивать мне с нечем но я вполне довольна этой программой лицензия стоила я приобретала ее год назад тогда она стоила 1000 рублей там закут активации сейчас сколько не знаю надо будет уточнять у самого разработчика это один раз заплатил и все ну по крайней мере раньше так было как сейчас я к сожалению точно информации не обладаю но можно спросить разработчикам далее табу в инстаграме чего делать вообще нельзя если вы хотите сохранить свой аккаунт не постить не размещать в своем аккаунте эротику а подразумевается под эротикой вообще любые фотографии где одежды меньше чем купальник лучше даже до этого не доходить и не публиковать людей в купальниках желательно перестраховаться лишний раз лишний не будет расизм нельзя публиковать о похудении у нас есть программа Велос там да действительно можно похудеть можно оздоровить свой организм но почему нельзя в инстаграме не любят посты о похудении потому что на западе есть такой пунктик насчет дистрофии если человек худеет если публиковать информацию об этом то сразу может начаться истерия что по крайней мере у защитника инстаграма у программы то что это может привести к дистрофии людей почему велос я к этому немножко не отношу потому что велос это все-таки для здоровья если вы хотите опубликовать фотографию там пост какой-то с информацией о продукте который вам позволит похудеть там заметить даже там гиперторфиру например с неинтемлем на 50 кг конечно этого делать лучше не стоит серый список попасть очень легко велос оно для здоровья поэтому о похудении да можно публиковать результаты своего похудения здорового похудения а не так что просто но и за неделю стал касается конечно же нет также нельзя публиковать оскорбление ругательства фото без указания авторства с этим мы сыграли очень жестко если вы очень длительное время публикуете фото без указания авторства чье это фотография то очень велика вероятность публиковать аккаунт к сожалению это именно так в инстаграме очень сепетивно относятся к авторскому праву поэтому этим очень лучше не пренапрягать и есть такая замечательная фраза оберег ее конечно лучше указать в описании но если вы ее укажете в описании то у вас место может не остаться для вашего своего описания но все-таки надо эту фразу знать это универсальная фраза оберег которая вас защитит если вы используете чью-то фотографию и допустим не знаете чей автор вы можете написать что если вы увидели свое фото пожалуйста свяжитесь со мной чтобы я указала ваше авторство и это в случае того что если какой-то фотограф увидит свою фотографию у вас на вашем аккаунте это вас защитит от того чтобы он там написал заблокировать или пожаловаться на пользователя далее если вы публикуете свое фото то там ничего по сути не надо потому что фото и ваше вы являетесь автором и если также фото было взято где-то и в гугла просто так выложено то я думаю что за это не должны вообще как-то карать потому что фото в общественном доступе кто хочет то то бери и если при этом еще на нем не подписан автор то мне кажется за это карать не должны лучше бы конечно указывать если даже нет возможности указать авторство в описании аккаунта то допустим где-нибудь если вы используете какую-то фотографию и сомневаетесь что может быть это какой-то фотограф сделал эту фотографию и вы не знаете этого то лучше прямо в описании которое вы прикрепляете которое вы пишете к каждой фотографии подписать вот эту волшебную фразу далее нельзя пользоваться запрещенными хэштегами почему нельзя и какие хэштеги называются запрещенными инстаграм регулярно обновляет свой список запрещенных хэштегов их там очень много и если честно я не совсем понимаю по какому принципу они выбирают что этот хэштег хороший а вот этот плохой потому что буквально вчера я просматривала этот список я находила и там например хэштег сом азия он запрещен и многие такие тоже простые слова казалось бы за что казалось бы за что они запрещены и этот список он регулярно обновляется это можно загуглить это все в открытом доступе лежит так и написать запрещенные хэштеги в инстаграм этот список постоянно меняется допустим какое-то даже слово азия да хэштег азия вы побывали допустим в какой-то азиатской стране вы написали этот хэштег но он будет считаться на сегодняшний день пока запрещенным потом его может быть из списка запрещенных уберут а потом снова он там появится очень странно у них в этом система конечно большинство из них это различная ментинзурная лексика и прочие такие слова но не попадаются такие вот очень простые непонятные почему они там оказались за запрещенные хэштеги по-моему не банят почему хэштег вообще анализоваться запрещенным просто по этому хэштегу не будет попадать список в поиски если вы хотите что-то найти например в данный момент я уже рассказала азия если вы хотите публикации какие-то найти в инстаграме купить фотографии из Азии вы пишете в инстаграме этот хэштег и вам просто не будут выдаваться в публикации показываться где был указан этот хэштег то есть писать хэштеги эти можно просто вы в поиске не найдете картинок информации фотографии с одним хэштегом и почему я говорю что не ставьте запрещенные хэштеги потому что по этим хэштегам просто вас не найдут вас могут искать но не найдут нам это не надо нам надо чтобы там подписчики приходили и ставили лайки я не знаю если честно как он часто обновляется это решает вообще администрация инстаграма по своим каким-то интересным самоображениям но стоит время от времени проверять также к тому относятся такие действия как не покупать себе подписчиков об этом я уже говорила потому что вы будете покупать себе пустышки а живые люди к вам не придут от этих пустышек толку и ноль они не поставят вам лайки не напишут вам комментарии они просто будут висеть а также не спамить человек не может сутками сидеть в этом телефоне и постоянно отправлять какие-то сообщения бесконечно публиковать фотографии бесконечно подписываться на людей бесконечно ставить лайки нам нужно покушать отдохнуть поработать поспать за ребенком сайте сходить погулять и прочее поэтому мы изображаем живого человека даже если пользуемся программой не слоупотребляйте программой также я уже сказала что разумное количество лайков не нарушаем лимиты комментарии обязательно должны быть разными если вы пишете один и тот же комментарий как и в любом другом авито или любая другая социальная сеть вас очень быстро заблокируют пишите комментарий от себя или допустим если вам так хочется разослать какой-то комментарий буквально может быть пять раз вы его отправили Ctrl-C Ctrl-V потом вы либо меняете текст либо пропускаете его через программу которая одинаково визуально с русским буквами будет заменять на английский и таким способом еще допустим пять комментариев лучше писать от себя это надежнее это защитит вас защитит ваш аккаунт не устраивает массовую быструю подписку также я об этом уже сказала мы с вами не роботы мы с вами живые люди также не создавать массово аккаунты поработать в каждом это я сказала в самом начале и еще раз повторяю что мы с вами не роботы мы не можем создавать постоянно аккаунты нам как минимум нужно создать еще почту или найти номер телефона на который нам зарегистрировать аккаунт в инстаграме массовое создание аккаунтов к сожалению ничего хорошего не приводит далее виды наказания в инстаграме думаю это тоже актуально самое страшное вообще что может быть это удаление аккаунта со что это может быть это масс фолловинг массовая подписка неоднократное нарушение авторских прав я говорила что с этим очень серьезно запрещенные материалы это в контенте то что вы выкладываете фотографии контент это вообще фотографии которые вы выкладываете ваше наполнение аккаунта и массовое создание аккаунтов это такие самые страшные простудки за которые мы удалим аккаунт другие виды наказания это блокировка кнопки подписаться обычно это дело за покупку подписчиков либо за массовую подписку когда ты бесконечно на всех подписываешься думаю у кого-то из вас уже были такие ситуации предыдущий слайд буквально если вы сфотографируете я далее пойду кнопку подписаться могут заплокировать именно по той причине что допустим вы купили подписчиков вам эти подписчики они просто так вот и они не придут так они будут подписываться быстро будут подписываться потому что будет это делать программа и из-за того что они быстро очень подписываются вам тоже могут наказать блокировка лайков это из-за злоупотребления лайков из-за превышения количества лайков в час и в сутки блокировка тегов чрезмерное количество постоянно обновляющихся тегов тоже этим не злоупотребляйте обновлять теги нужно чтобы ваша публикация снова появилась вверху поиска но постоянно это делать постоянно менять очень часто это тоже дает подозрение о том что вы бот и также принудительная смена пароля в каких случаях это может быть если у инстаграма уже какие-то есть на вас подозрения и он посчитает вас либо то что у вас программа работает инстаграм вообще очень не любит программы вообще любит если он вас посчитает ботом программой он может ну вот за вот эти вот все простудки для начала он может поступить так довольно миролюбиво и мягко он может сбросить ваш пароль и переслать письмо на почту поэтому нужно иметь почту свою обязательно чтобы это письмо можно было увидеть он может назначить вам либо новый пароль либо он предлагает поменять пароль сбросив поэтому когда он сбросил пароль вы не сможете попасть на свой аккаунт вы сможете попасть только через письмо которое на почте выполнить действие которое там указано далее критерии успешного аккаунта если придерживаться этих критериев то вы получите тот успешный аккаунт тот продвинутый аккаунт который будет вам приносить отзывы регистрации в таком аккаунте количество подписчиков от тысячи это обязательно потому что вообще все вот эти вот пункты которые вы видите на слайде они называют их называют так называемыми социальными доказательствами то что ваш аккаунт живой то что за ним сидит живой человек то что он этот аккаунт интересен людям а как обычно человек рассуждает ой этот аккаунт кому-то интересен аж тысячи людей интересен наверное тут что-то интересное здесь что-то важное может быть я не совсем понимаю что здесь ну ведь людям то понравилось значит мне наверное понравится поэтому количество подписчиков от тысячи также когда вы набираете тысячу подписчиков по крайней мере год назад такое было по-моему мы набрали тысячу подписчиков и уже это количество пишется не цифрой пишется один и буковка К то есть это означает что у вас одна тысяча и вывод очень хорошо привлекает внимание это как такая красная трапка на БК конечно подписчиков чем больше тем лучше но их должно быть именно от тысячи сейчас я буквально обратила на это внимание то что даже если тысяча подписчиков две тысячи подписчиков все равно пишет цифрой но четырехзначное число согласитесь оно всегда радует больше глаз чем tysium или трехзначные вот количество подписок меньше чем их вообще чем меньше тем лучше их даже обязательно меньше чем подписчиков или вообще чем меньше тем лучше даже есть такой способ когда подписчиков вообще набирают, а подписок – ноль. Их просто ноль. И когда вы набираете большое количество подписчиков, то в целях привлечения внимания к какому-то другому аккаунту добавляют его в подписки. То есть получается в подписках всего один единственный аккаунт. И это очень тоже здорово привлекает внимание. Люди думают, о, такой раскрученный аккаунт, такой интересный человек, раз на него много людей подписались. А он такой великий, подписан только на одного. Так значит, наверное, этот единственный тоже чего-то стоит. И таким образом можно помогать раскручивать даже аккаунты в своей команде, аккаунты, возможно, даже свои. Но свои я не рекомендую, потому что все-таки названия будут одинаковыми, одинаковыми, возможно, какие-то будут фотографии. Так можно помогать раскручивать своим друзьям, своим коллегам, своим партнерам. Далее. Количество фото намного меньше, чем количество подписчиков. Об этом я тоже уже говорила. Чем больше фото, тем меньше их стоимость. Это как инфляция. Чем больше денег в обороте, тем меньше их цена. Тем меньше их можно купить. Фотографии должно быть гораздо меньше, чем подписчиков, но они слишком мало. Если их будет слишком мало, ваш аккаунт не будет интересен. Нечего будет посмотреть. К сожалению. У меня аккаунта четыре. Я их постепенно сейчас буду развивать. Буквально я недавно некоторые из них создала. Один из них я потихонечку уже начинаю продвигать. Остальные еще это предстоит. Далее. Контент должен быть интересным. У вас не должно быть каких-то скучных фотографий, некачественных, непонятных, где ничего не интересно. Должны быть яркие, эмоциональные, красивые фотографии. Статистика показывает то, что люди лучше идут на фотографию лиц. Если заберут на счастливые лица, тем более, если даже взгляд на тебя смотрят, он передает эти положительные эмоции, люди ставят больше лайков на это. Очень хорошо идут фотографии, где, так скажем, ездить к глазу погулять. То есть можно рассматривать эту фотографию. Не так, как черный квадрат Малевича, где и посмотреть нечего. Много насыщенная фотография, яркая, грамотно сделанная, где можно есть что рассмотреть. На нее, которые приятно посмотреть, интересно посмотреть. Комментарии от 2-3 штук под каждым фото. Это вообще, если вы имеете 1000 подписчиков, 2-3 штуки под каждым фото, это такое минимальное количество комментариев, которое у вас должно быть. В том числе и в виде отзывов о вашем вообще фотографии и тому подобное. Чем больше у вас подписчиков, соответственно, тем больше должно быть комментариев. И количество лайков на каждом фото. Минимальное количество лайков на каждом фото должно быть 5% от количества подписчиков. Это самый минимум. Далеко не все подписчики будут ставить вам лайки. Это абсолютно нормально. Кому-то фотографии не понравилось, кто-то вообще принципиально лайки не ставит. Но 5% на каждой фотографии от количества подписчиков у вас должно быть лайков. Это такое тоже социальное подтверждение, то, что ваш аккаунт живой, то, что людям это интересно. Чем больше, конечно, процентов от количества подписчиков, тем лучше. Но и при этом тоже нельзя употреблять. И очень глупо будет смотреться, если лайков под фотографией не будет больше, чем количество подписчиков. Вообще, вот эти критерии успешного аккаунта вы можете применить буквально после этого вебинара к вашему аккаунту. Протестировать свой аккаунт, посмотреть, какие в нем есть проблемы. Если вы сами не догадываетесь, то, в принципе, можно связаться со мной. Я посмотрю. Смотреть я буду по этим же критериям. Они универсальны, они работают для всех. И если ваш аккаунт будет соответствующим критериям, то, можно сказать, что, да, ваш аккаунт действительно готов, он успешен. Люди могут уже на него, люди охотнее на него идут, потому что видят, что здесь что-то интересное. Это интересно другим людям, большому количеству людей. Значит, мне же это было здесь интересно. И, пожалуй, на этом я закончу сегодняшний вебинар, который так долго не мог начаться. Буду слушать ваши вопросы. Вы, конечно, их очень много задали. Где-то там в толще. На что-то я уже ответила, на что-то еще нет. Так что давайте я сейчас буду отвечать на ваши вопросы. Так, сколько у меня аккаунтов я уже ответила. Как вы отписываетесь, то есть как узнать, что на вас подписано во время отписок? Если честно, я не совсем поняла. Имейте в виду, как отписаться те, кто на вас не подписан, не взаимных или что. Поясните, пожалуйста, вопрос. Сколько у тебя контактов в Инстаграме? Сколько времени ты раскрутила Инстаграм? Какой пример текста в описании? Лена, мой год ли как в Инстаграме идет? И пишешь ли ты в комментарии или в директ? Так, я пишу в комментарии, чтобы в комментарии, если ты написал комментарии, то люди видят эти комментарии. А не так, что ты написал кому-то, и больше об этом никто ничего не видел, кроме того, кому-то отправил. Сколько аккаунтов я уже говорила? У меня 4 аккаунта, один из них как раз помощник. Я собираюсь это количество аккаунтов увеличивать и всех их активно продвигать. Я вообще сторонник не скоростного продвижения аккаунтов, а все-таки крамотного. Какой толк от того, что ты быстро все это набрал подписчиков, быстро раскрутился, если потом это все придется исправлять. Если были наделаны много ошибок, или, допустим, ты набрал много подписчиков, но совершил тоже много ошибок, и тебя вообще забанили. Поэтому я делаю это все потихоньку, и я не спешу. Кто тиши едет, то дальше будет, как говорится. Так, в Инстаграме вообще по опыту моего золотого директора идет очень много откликов. Она вообще на этом поднялась. И как она сама говорила, Льва Михайлова, возможно, она здесь есть, а возможно, нет. Вообще на банкете директоров к ней подходил человек, люди, которые сделали очень быстро бриллиантового директора. На Инстаграме, на ее вебинарах, рекрутники в Инстаграме. Если придерживаться вот этих правил и грамотно свой аккаунт оформить, и далее уже по технологии, которая описана в других вебинарах, производить рекрутинг, то результат не заставит себя ждать. Так, что такое MyFair? Это один из фильтров в Инстаграме. То есть вы загрузили фотографию, и можете ее отфильтровать. Это как обычный, допустим, есть сепия, да, фильтр. Там есть много фильтров, и они по-разному называются. И вот это один из фильтров, который больше привлекает людей. Так, что-то из-за потерялась. Так, можно наши контакты. Контакты я напишу. Так, не хочет отписываться от взаимных. Либо, знаете, если вы пользуетесь программой, вот как у меня, да, InstaTool, там можно выбрать отписываться только от невзаимных. И программа будет постепенно делать unfollowing, то есть отписку от невзаимных людей. А так посмотреть довольно трудно, конечно. Это можно все сделать, но это очень трудоемко, если делать все вручную. Так, сейчас Facebook или... Лучше зарегистрироваться по новой, чем через Facebook, потому что с вашим аккаунтом в Facebook может все, что угодно случиться. Могут начаться с каким-то работой или еще что-то. Лучше иметь отдельный аккаунт. Почему это называется? Как сделать? Далее, да. Забы от работы. Инстаграм. То есть... Мой вебинар называется по-другому. Возможно, есть такой вебинар с таким названием. Ну, у меня немножко сегодня другая тема. Так. Сколько времени удаляю Инстаграмму? Инстаграмму... Если у вас есть программа, если у вас есть программа, вы там грамотно все расставили, то можно буквально с утра ее поставить. На два часа она поработала, и вы выключили. То есть... Она освобождает ваше время. Не забывайте публикации делать. Публикации... Ну, это уже, конечно, тема другого вебинара. Но рекомендую делать три публикации. За день. Так. Запись будет. Она как раз сейчас идет. Так. Я слегка потерялась. Нет, Майнфайр это не через приложение. Это прямо внутри Инстаграмма есть. Такое... То есть вы выкладываете фотографию, прежде чем вы ее выкладываете, вам предлагают использовать различные фильтры. Вы можете их использовать, можете нет. Не обязательно использовать Майнфайр. Тоже, как показывает статистика, лучше иметь качественную фотографию, чем обработанную. На необработанную фотографию люди идут лучше. Но из фильтров, из фильтров, если брать именно обработанную фотографию, хорошо идут на Майнфайр. Но бывают такие фотографии, где его лучше вообще не использовать, иначе он всю фотографию испортит. Так что надо обязательно смотреть. Посты, да, лучше вообще делать личные. Если вы раскручиваете свой личный бренд, то вы должны говорить о себе, о том, что вы хозяин этого аккаунта, то, что как у вас все хорошо, куда вы съездили, какие у вас были мероприятия, допустим, поздравить кого-то с днем рождения и тому подобное. Можно, конечно, даже, наверное, нужно публиковать такие бизнес-посты, где будет мотивация, допустим, какая-то написана, какие-то умные фразы, но их должно быть немного. Если вы качаете личный бренд, вы качаете себя, а не какого-то мучителя, который высказывание это сделал. Так. Да, мотивационные картинки можно размещать, но их немного должно быть. Зачем раскручивать несколько аккаунтов, чтобы потом увидеть, какой более популярный? Раскручивать несколько аккаунтов нужно, чтобы больше отдачи была. От одного аккаунта, пусть даже там будут у вас 10 тысяч подписчиков, отзывов будет меньше, чем если у вас будут 3 таких аккаунтов. Согласитесь, в интернете бизнес – это бизнес больших чисел. Чем больше аккаунтов, вот люди, которые раскрутились, мол, как раз они за год сделали бриллианты на Инстаграм, у них несколько аккаунтов, я сейчас точно врать не буду, сколько, возможно, 8, и подписчиков там где-то 7-8 тысяч на каждом. Я, конечно, могу ошибаться, я точно цифры не помню, но суть в чем, чтобы делать несколько аккаунтов. Так, можно написать название бота для отписки, где можно поставить невзаимных. Это программа Инстатул, которой я пользуюсь. Сейчас отвечу на все вопросы и напишу. Так. Работать можно каждый день, но не... В одном и том же аккаунте можно работать каждый день, но не целый день. Не у всех людей есть миллион аккаунтов в Инстаграме, обычно ведут один. И поэтому ничего нет зазорного в том, чтобы работать в одном аккаунте. Лучше, конечно, чтобы их было несколько, а чем больше, тем лучше. Но если вы целый день работаете в одном аккаунте, то, господи, пожалуйста, но даже в промежутке времени обязательно мы живые люди, мы не роботы, чтобы целый день работать. Так. Сколько откликов в день и сколько регистраций? У нас такой уровень сейчас. У меня сейчас, я бы сказала, что очень маленький уровень, я бы сказала. Вообще, всю информацию, которую я вам сейчас рассказала, я получила на обучении, которое тоже было для меня платно. Я все время заплатила приличные деньги. Я, конечно, рассказала вам не все, что было на этом обучении, я рассказала вам основные технические моменты. Вот. Так, какие имена у тебя на аккаунты пустить? Суть как в одноклассниках среди не выдуманные, фотки дублируешь, но аккаунты, это все разные. Лучше, конечно, выкладывать разные, но если какие-то фотографии будут дублироваться, некоторые, то ничего особо в этом страшного нет. Главное, чтобы не сплошняком. Имена, как вообще генерировать имена на аккаунтах, если вы хотите поставить не свое имя, а какое-то другое, лучше, конечно, если вы качаете личный интернет, поставить свое. Так вас будет проще найти, но для тех же интернет-магазинов, инстаграм-магазинов, рекомендуют вообще звучное короткое название, которое можно будет как по-русски, как и по-английски хорошо прочитать, не запинаясь и думая, как это вообще написать, как прочитать. Рекомендуют, например, такой способ, как соединять разные слова, но чтобы в сумме это было созвучно. Так, да, можно заходить на разные аккаунты с одного устройства, если не использовать никакие приложения, то нет, это не бизнес-молодость. можно с одного устройства, если никакие не использовать дополнительные программы, то на одном аккаунте поработали, вышли, зашли на другой. так таковой работа с телефона в инстаграме я практически не осуществляю. Разве что, да, выкладывание фотографий, подписка, комментарии, вот это вот все, введение вот этого аккаунта, далее, ведутся с телефона, поставить хэштеги и прочее. А такую работу, как подписаться, отписаться, в частности, отписаться и поставить лайки, я делаю через программу, потому что сам замучаешься, эти лайки ставят бесконечно, пальцы отсохнут. Так. Повторюсь, что у меня пока уровень очень маленький, я еще только начинаю работать, но я решила поделиться с вами вот этой вот информацией, потому что очень много было вопросов вообще в нашей команде по этому поводу, а раз я эту информацию обладаю, почему бы ей не поделиться. Сейчас я тоже активно буду это все развивать. И так же, чтобы у меня команда и вы могли этим тоже воспользоваться, а не задавать миллион вопросов и искать на них ответы где-то. Так. Обучение я приобретала. Приобретала это обучение аудиофайлом по франшизе, которую не стала развивать, к сожалению, потому что почему так произошло? когда франшизу покупаешь, тому, кто ее продал, главное, чтобы ты ее купил. Если там нет никаких отчислений с твоей работы по этой франшизе, он не будет заинтересован особо, чтобы ты что-то там уже сделал по этой франшизе. И поэтому нет такой поддержки. У меня к сожалению, да, я не стала развивать, а может быть, к счастью, эту франшизу, но у меня остались эти данные. Это информация, которую я сегодня с вами подвигалась. Если никаких вопросов нету больше, да, Надя, мой наставник активно меня поддерживает. Вот. Спасибо ей большое. Если вопросов больше нету, то, я думаю, пора заканчивать. И так мы сегодня очень много времени этому посвятили. Так, вспомнила. Я же программу не написала. Сейчас быстренько напишу. Так. Так. Это программа, в которой я сама работаю. Контакты. Давайте я вам напишу скайп свой. Да, программа платная. Там в прошлом году было, один раз платишь за код и пользуешься. Мой скайп. Да, сервис очень удобный и довольно хорошо работает. Ну что ж, на сегодня мы тогда закончим. Всем спасибо, что пришли. Аккаунтов, наверное, можно много, лишь бы не политься, что у вас слишком много аккаунтов и не нарушать правила Инстаграма, о которой я сегодня говорила. Как бы можно все, если осторожно, как говорится. Итак, спасибо всем за внимание, что сегодня пришли, что подождали меня с моими проблемами со звуком. Всем спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok